Значит, как мы знаем, евреи с претриотицией считают, что пророчество претриотилось в самом начале второго храма, то есть примерно V век до новой эры, и что после этого пророков нет. И поэтому Танах является как бы книгой закрытой, он закончен, потому что пророков больше не появляется. А в Танахе речи пророков. Это верно с одной стороны, но есть в Талмуде совершенно замечательное выражение, что хотя мы, сегодняшние евреи, не являемся пророками, мы являемся детьми пророков. Это понятие «дети пророков» – это означает, что никто из нас не может дать пророческий текст и объявить, что он с неба. Но мы все как целое воспринимаем вот этот божественный голос и как-то его формализуем, представляем. То есть продолжающееся откровение идет не через пророков. Продолжающееся откровение идет через наше восприятие общего развития культуры, социума, идеи, искусства, науки и всего, что является культурой. И вот это вот религиозное восприятие развития социума и культуры и желание из этого взять то, что Бог хочет нам сказать. То есть что такое религиозное восприятие? Это восприятие культуры и развития социума как продолжение диалога человека с Богом. И, соответственно, мы хотим это воспринять, понять и интегрировать это в наше религиозное представление. Редактор субтитров А.Семкин